Ни для кого не секрет, что самыми доверчивыми слоями населения являются дети и пенсионеры, то бишь старики. Этой же информацией владеют и мошенники. Из года в год сомнительные граждане придумывают различного рода уловки для того, чтобы лишить пенсионеров последних накоплений. Один из таких способов так называемый звонок из поликлиники. Суть метода проста. Пользуясь телефонным справочником, преступники по году рождения выбирают пенсионеров и обзванивают одного за другим. Когда пожилой человек снимает трубку, злоумышленник, представившись сотрудником поликлиники, говорит следующее. Пришли результаты ваших анализов. У вас смертельная болезнь. Вам осталось жить несколько дней. Для того, чтобы излечиться, нужно приобрести дорогие лекарства. Как только вы будете готовы оплатить лечение, сообщите номер вашей банковской карты, срок ее действия и дополнительный код с обратной стороны. Ко мне на прием обратилась женщина, которая по сотовому телефону получила информацию о том, что ей необходимо в течение двух дней пройти лечение, иначе будет большой вред ее здоровью. И за эту услугу предлагалось заплатить 200 тысяч рублей. Еще часто случаи то, что пенсионерам, пожилым людям предлагают различные медицинские приборы, тоже обещая исцеление практически от всех заболеваний и достаточно дорогие. К сожалению, случаи удачного мошенничества встречаются сплошь и рядом по всей стране. Красноярский край далеко не исключение. В попытке предотвратить подобные преступления сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия в поликлиниках города и раздают вот такие памятки, в которых указаны виды преступлений, ведь, как известно, предупрежден, значит вооружен. Акция проводится в рамках профилактики мошеннических действий в отношении пожилых людей. Приурочена она ко дню празднования дня пожилого человека. Также не стоит забывать и о других видах мошенничества. Внезапный звонок якобы из полиции. Ваш родственник задержан за тяжкое преступление. Переводите деньги. Или, например, близкий вам человек попал в аварию и нужны срочно деньги на операцию. Да что далеко ходить? На улицах городов страны до сих пор продают копеечные китайские подделки под видом дорогостоящих товаров. Я в Москве была. Ходят там, предлагают какие-то вещи. Вот купите, вот купите дешево и все такое. Но я вообще не брала такие вещи. Потому что мне, во-первых, они не нужны. А во-вторых, я почувствовала как-то, что это не то. А я просто сказала, я куплю в магазине, если потребуется. Также стоит помнить о техниках психологической манипуляции. Шарлатаны, экстрасенсы и другие чародеи нередко используют гипноз, чтобы вытрясти из доверчивого гражданина последние деньги. Ну а что касается внезапных телефонных звонков, проверить их просто. Нужно лишь перезвонить в поликлинику, отдел полиции и любое другое учреждение, откуда якобы был сделан звонок. И проверить, они пытаются ли вас обмануть. Благодаря постоянной профилактической работе сотрудников полиции, бдительных граждан и пенсионеров становится все больше и больше. Однако случаи мошенничества с пенсионерами все еще иногда, но случаются. Доверяйте только сотрудникам поликлиники. Не покупайте сомнительные аппараты, препараты и лекарства. И смотрите «Утро» на Енисее. Утро» на Енисее.